Всем привет! Сегодня я вам расскажу о рывке. Вернее не полностью о рывке, потому что это был бы очень долгий рассказ. Некоторые моменты, вот как исправить ошибки, например, у многих есть проблемы с фиксацией, у многих есть проблемы с точкой подрыва. Ну, начнем с точки подрыва. Наиболее такая типичная ошибка у начинающих спортсменов это подрыв в нижней точке траектории прокачки. То есть, что они делают? Подрыва в нижней точке. Это крупнейшая ошибка, потому что в нижней точке траектории центростремительная сила движения гири достигает своего максимума. И в этом случае нагрузка на пальцы, на мышцы сгибателей пальцев будет максимальная. Поэтому выполнять подрыв в нижней мёртвой точке, это будет большой бизнес. В качестве точки подрыва я советую выбрать, это примерно если, ну, брать сантиметров, для меня это сантиметров 55, может быть 60 от нижней мёртвой точки. То есть, вот здесь, где заканчивается мах вперёд. И в этой точке выполнять подрыв. Для того, чтобы выработать правильный стереотип подрыва, нужно, можно применять, например, рывок с дополнительным махом. И сделать акцент на том, что дополнительный мах должен быть именно до высоты подрыва. То есть, первый мах, он выполняется для того, чтобы вы заполнили, так сказать, пристрелялись к этой точке и затем выполняете в этой точке подрыв. Также можно использовать такой метод, как поставить какую-то отметку. например, берёте, ну вот я беру вот эту маленькую гирьку, ставлю её вот на этот край моста. И примерно я выставляю свою руку по отношению к этой гирьке. Вот эта гирька у меня получается отметка, относительно которой я должен сделать подрыв. То есть, вот я, когда у меня рука поднимается до уровня этой гирьки, я выполняю подрыв. То есть, вот я делаю пристрелочный мах и потом выполняю рывок. Итак, следующее, на чём хочу заострить внимание, это на положении фиксации. У многих вызывает трудности вот это статическое удержание гири вверху. И если, допустим, ну стоит вопрос о том, что нужно порвать тяжелую гирю, и здесь нужно снизить темп. И, допустим, темп там 12-13 раз в минуту. Выглядит это так. Не у всех получается расслабиться в положении фиксации. Вот для того, чтобы выработать правильный стереотип, расслабление руки в положении фиксации, я могу порекомендовать выполнять некоторые упражнения из кэтл-фита. Например, выпады в положении фиксации. Поднимаете гирю вверх, фиксируете её и выполняете, например, несколько выпадов на одноимённую нору. Также можно вот эти же выпады чередовать с рывком. То есть вот я делаю выпад. Рывок, выпад. Рывок, выпад. Таким образом, вот за счёт того, что я делаю рывок, потом выпад, я увеличиваю время фиксации. И я привыкаю держать. Я концентрируюсь на выпаде, но на подсознательном уровне я стараюсь расслабить руку в положении фиксации, и у меня вырабатывается правильный гирю. Также в качестве дополнительного упражнения могу порекомендовать присед, то же самое с удержанием гири в положении фиксации. Вот, выполняете рывок, присед. Рывок, присед. Или, например, мельница. Рывок, мельница. Рывок, мельница. А можно совместить все три этих упражнения. Делайте такую цитру, например, рывок, выпад, рывок, присед, рывок, мельница. И так, допустим, пять минут с лёгкой гирей. В общем, здесь полёт фантазии безграничен. Пробуйте любые упражнения. Именно можно, например, даже... Вот сейчас мне пришло в голову. Прогулка с гирей в положении фиксации. Вот, делайте рывок. И, удерживая правой рукой, делайте шаги только правой ногой. Затем эту же самую дорожку повторяете. Удерживая гирю в левой руке. И выполняя все шаги левой ногой. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание, кто досмотрел наш ролик до конца. И вот мы с Русланом создали группу ВКонтакте. Называется Rudniff and Cattlebells. Там в разделе обсуждений вы можете задать свои вопросы. И самые интересные из них мы выберем. Сделаем на них видео. До следующих встреч. И занимайтесь гирями. Гиря – это вершина пирамиды железного мира. Субтитры создавал DimaTorzok